Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. И сегодня мы продолжаем, вернее, заканчиваем наш мастер-класс. Вторая часть будет последней частью по вязанию собачки. Я сейчас вам ставлю фотографию, какой мы собачки, и чуть позже покажу один из вариантов готовой игрушки. В прошлой части мастер-класса мы связали вот такую вот головушку. Так, телефон мой, как всегда, очень долго фокусируется, и вообще он не хочет фокусироваться. Ладненько, сейчас настроим все. Итак, мы связали вот такую вот головушку. Целый час у нас там заняла эта работа. Я вам показываю голову, смотрю на свои руки, и хочу еще раз вас предупредить, что вы находитесь на канале по вязанию игрушек, а не по маникюру. Поэтому прошу прощения за мои рабочие руки. Так, вот такой вариант вы можете сделать цветовой. Выбрать для собачки. Чихуахуа бывает разных расцветок. Здесь я использовала тоже пряжу Вита Коттон Ирис вот такого цвета и Ярнарт Ирис. В принципе, любую пряжу Ирис можно использовать. Смотрите, какая вам нравится больше. Можно гамму использовать, можно... Что у нас еще есть ПМК имени Никирова. Также можно использовать... В общем, смотрите, то, что вам больше нравится. Также Чихуахуа есть вот в такой расцветке. Нет, наверное, все-таки вот в такой расцветке. То есть черный цвет основной. И вот такой цвет, он темно-бежевый, как белый цвет. Также можно использовать вот такой цвет и белый. И белый. Такая получится светлая. Они тоже есть светлые. Либо можно использовать полностью белый цвет. Добавить немножко в некоторых местах тонировки, например, сухой пастелью. Либо, если у вас нет пастели, можно тенями какими-нибудь коричневого цвета подтонировать немножко мордочку. И из белого цвета тоже получится светленькая Чихуахуа. В общем, их на самом деле расцветок очень много. Ну что ж, давайте мы больше не будем задерживаться по вязанию. И будем вязать дальше. Итак, в прошлый раз мы закончили полностью оформлять голову. Я вам не показала в итоге, как выглядит. У меня там остался, я еще не пришила на тот момент белый цвет. Вот на этом ушке, если я не ошибаюсь. Я его пришивала точно так же, как и это ушко. И да, вот смотрите, расположение ушек еще хотела вам показать. Здесь ушки расположены чуть ниже, здесь ушки расположены чуть выше. Эту собачку я вязала просто по фотографии, которую прислала заказчица. Поэтому и ушки у той собачки на фотографии высоко расположены. Вот такая. И она даже, ее можно поставить вот так вот на лапку. Но для этого нужно, если голова вот так вот опущена, то она будет заваливаться. Голову нужно убирать ближе к хвостику. Тогда эта собачка, в принципе, стоит на трех лапах. Так, сейчас мы ее найдем. Ладно, наверное, не буду тратить на это время. Я ее вчера... А, лапа вот эта подкипается. Вчера я ее ставила. Вот она стоит. Вот. Ой, но неустойчиво стоит. Ладненько. Все, собачка закончили. Следующее, что мы с вами будем делать, мы будем с вами вязать тело. Тело, тело, тело. Значит, у кого нет шплинтов, напомню вам, у кого нет шплинтов, у вас голова выглядит немножко по-другому. У нее здесь открытый край, у этой головы. И вы тело будете вязать полностью. Схема тела вы видите сейчас на экране. Те же, кто будет ставить шплинты. Шплинт... Ой, не шплинт, а... Диск и шплинты. Диск вы будете... Ну, я ставлю чуть больше. В голову я ставила 6 мм. Этот у меня или 8, или 9 мм. Я его буду сейчас устанавливать. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится голова. Значит, до какого момента я довязала, чтобы поставить шплинт? Я провязала последний ряд у меня здесь идет с прибавками. Там, где у нас получается в конце 24 ряда. И это получается... Я напишу, до какого места. В схеме вы увидите, когда нужно ставить шплинт. Значит, где мы ставим шплинт? Тут вы можете варьировать. Я ставлю где-то 3-й, 4-й или даже 4-й, 5-й. Маркер я опускаю вниз, потому что хочу, чтобы переход цвета был внизу. Переход цвета я делаю обычный. Кольцо амигуруми. Раз, два, три. Да, наверное, 4-й, 5-й. Можно поставить голову чуть ниже. Но когда мы делаем воротник, то голову можно, в принципе, и чуть дальше, чтобы она располагалась. Ну, вот так вот будет, думаю, нормально. Вот смотрите. У меня здесь в таком положении стоит голова. То есть здесь немножко выступает вот эта грудка. Вот, то есть между 4-м и 5-м рядом. Ставим. Теперь нужно надеть диск. Подвинуть его туда. Находим длинный усик. Убираем ниточки, чтобы не мешали. Находим длинный усик. Он у меня здесь короткий. Обычно они длиннее. И закручиваем. Я стараюсь закручивать где-то подальше от края. Потому что потом подзакрутить проще, когда есть куда двигаться. То есть я могу более тонкой частью потом подзакрутить, чтобы было намного плотнее. То есть я ставлю круглогубцы вот таким вот образом. И начинаю закручивать. Тонкими усиками закручиваю, чтобы оно завернулось. И хорошенько подворачиваю. Когда он упирается вот здесь вот, его уже в принципе не завернешь. Если не хватает там подворота, я сейчас вам покажу как. Так же можно эти усики заворачивать вот такими плоскогубцами. Мне почему-то моргает свет. Что-то с лампой случилось. Вот такими плоскогубцами. Обязательно, чтобы, ну желательно, чтобы здесь было рифленое. И посмотрите, должны быть тоненькие вот эти дюбчики. Тоненькие. Если будут они толстые, вы не завернете такими. Это мне папа подогнал такие плоскогубцы. И раньше я работала ими. Я заворачивала ими вот так вот. Вставляла вот таким вот образом. И дальше подворачивала. Сейчас он у меня уперся. Уперся это вот, видите, в красный уперся. Не хочет заворачиваться. Немножко подниму его. Поменяю направление. И подзверну. Так. Вот это плоскогубцами. Не хочет. На такой маленькой. Когда большие игрушки заворачиваешь, им лучше заворачивать. А когда маленькие. Не очень хорошо. Так. Проверяю, насколько туго ходит голова. Легко ходит. Мне такое расположение не нравится. Потому что со временем оно разболтается. Так. Ну, разболтается не потому, что разъедутся металлические вот эти части. А потому, что усядется полотно и будет зазор. Поэтому, что я делаю. Я вот так вот отодвигаю вот этот вот усик в сторону. Немножко. И заворачиваю его. Чтоб он подвернулся вверх. Так. Видите, он вверх пошел. То есть он не упирается. И здесь я тоже что-нибудь сейчас попробую сделать с этим усиком. Не очень удачно. Я завернула его на камеру. Поэтому. Тоже. Попытаюсь его сейчас завернуть. Немножко вверх. Проверяем сейчас. Такое чувство, что мне не хватает. Я обычно люблю, чтобы очень-очень туго ходило. Так. Ну, вроде бы лучше. Мне не хватает вот этого усика. Он не прижимает. Он не прижимает. Вот. Да. То, что я хотела. Так. Теперь, когда мы присоединили. Присоединили. Сейчас нам нужно сделать следующее. Нам нужно провязать два ряда по 24 столбика без накида. Потом провязать один ряд за заднюю полупетлю. Задняя полупетля находится вот здесь. Вот косичка. И вот эта вот часть. Вот эта вот часть. И затем я покажу вам, как менять цвет и что делать с этой зеленой ниточкой. Ну вот, я провязала этот ряд, когда у нас идет провязывание за заднюю полупетлю. И когда мы его провязываем, у нас получается вот такая вот бороздочка. Эта бороздочка у нас должна остаться для того, чтобы нам проще было потом обвязывать два дополнительных ряда. Сейчас покажу вам на готовой работе. Вот смотрите. Вот эти вот два ряда, они юбочкой провязаны. И вот, вот этот ряд, синий, провязан за задние полупетли. И сверху такая юбочка из двух рядов, она закрывает. И выглядит все это очень красиво. Так. Как мы меняем цвет? Цвет я меняю обычно, никак здесь не выпендриваюсь. Потому что потом вот эта юбочка, она закрывает переход. Поэтому я здесь не делаю танцы с бунтами, да. Просто вот у меня последняя петелька осталась. Я провязываю ее за заднюю полупетлю, подхватываю ниточку. Но заканчиваю вязать коричневым цветом. И еще момент. Вот я заканчиваю вязать. Теперь мне нужно зеленый цвет, зеленую ниточку, перевести на лицевую сторону. Я ее вот так вот укладываю. Беру кончик коричневого цвета и начинаю провязывать коричневым цветом. Вот. Так. И укладываю сразу хвостик, чтобы его зафиксировать. 4-5 столбиков провязываю. Затем хвостик, то что остается, я его отрезаю. И еще нужно не забыть вот эту вот зеленую ниточку подтянуть. Для того, чтобы вот этот последний столбик, он не был такой расхлябанным. Чтобы он выглядел хорошо. Вот я провязала 3, 4, 5. Если вы боитесь, что ниточка может вылезти, то вы можете больше провязать. Отрезаю этот кончик. Все. Дальше я двигаюсь по схеме. Ничего там особенного нет. Когда я буду делать набивку, там есть некоторые моменты, на которые стоит обратить свое внимание. Я к вам вернусь, покажу, как набиваю. Ну и дальше уже будем двигаться по схеме. Дальше уже оформлять игрушку. Я провязала до момента, где у меня осталось в ряду 12 столбиков без накида. Вот получается у меня ниточка зеленая. Видите, она с лицевой стороны осталась. Я ее не отрезаю. В одной собачке я, когда вязала, забыла оставить и отрезала ее. Ничего страшного в этом нет. Просто присоединить надо будет и спрятать все кончики во время вязания. Поэтому это не грубая ошибка. Все можно исправить. Не волнуйтесь, если вы вдруг сразу отрезали. В следующий раз просто обратите внимание на это и оставьте. Вам будет проще работать. Так, значит, холофайбер. Про набивку, что я хотела сказать. Во-первых, я набиваю, когда остается достаточно маленькое отверстие, потому что потом мне проще закрыть вязание. Закрываю я незаметными убавками. И мне тут останется только 6 столбиков без накида провязать. Набиваю я, в прошлой части говорила, вот таким вот медицинским инструментом. Это кровоостанавливающий зажим. Значит, уберу по чуть-чуть набивки. И, опять же, что хотела сказать. Значит, нам нужно сформировать грудку, чтобы здесь набивка не была острым углом таким. То есть, чтобы грудка была округлая. Также, когда вы будете набивать вот это место, простите, когда вы будете набивать вот это место, где у нас провязано за задние полупетли, здесь полотно очень хорошо разъезжается. Как бы вы плотно не вязали, все равно могут образоваться дырки. В этом месте набивать плотно нельзя ни в коем случае. И не забываем, что у нас тело имеет форму, оно узкое в начале, и к попе оно расширяется. Попу я набиваю чуть-чуть больше, чтобы она такая была объемная попа. Сейчас вам покажу. И тело, не забываем, что тело мы можем набить чуть менее обильно, чем мы это делали с головой. То есть, оно может у нас быть намного мягче, чем голова. Хотя, вот у меня в этой собачке получилось, что одинаково набито. Но тело я, если вижу, что полотно начинает вдруг деформироваться, я тут же прекращаю набивку, потому что будут дырки, и будет некрасиво. Так, покажу вам, как я набиваю. Немножко теории мы прошли. Сразу, вот я захватываю именно вот таким образом наполнитель. Это можно сделать пинцетом, палочками. Мне не нравится набивать, потому что я не могу палочкой переместить наполнитель, так как мне это необходимо. Хотя бы найдите пинцеты. Можно взять пинцет для выщипывания бровей. Да, в принципе, в такое отверстие залезет. Вот смотрите, я тут вязала неплотно. И когда делаю наполнение, видите, вот здесь образуется дырка. Значит, здесь сильно набивать мне нельзя. Ну, тело, в принципе, набивать можно неплотно. Так. Формируем спинку, чтобы был подъем к спинке, да, чтобы попа формировалась. И животик тоже, он не должен быть прям плоский. Он тоже должен иметь такую форму рыбкую. Так, значит, животик мне надо немножко набить. По чуть-чуть беру. Сильно не растягиваю, потому что, ну, вот этим зажимом можно, конечно, набить прям до каменного состояния. Ну, тогда я не знаю, это, наверное, если из ткани делать игрушку, потому что тканевую основу вот так расширить, как полото вязанное невозможно, наверное. Хотя, смотря какая ткань. Обращаем внимание на свою плотность вязания. Если вяжете вы не туго, я, например, тело вяжу всегда более слабо, чем голову, ну, потому что, зная, что тело я не буду набивать так туго, как голову, на лапах я расслабляюсь, на теле расслабляюсь, и голова у меня всегда связана очень-очень плотно. Столбики очень маленькие получаются, на теле они более рыхлые, более такие большие, свободные. Ну, вот, смотрите, я, в принципе, набила. Сейчас уберу все вот эти волоски, которые здесь торчат, мешают. Ну, что, закрыть отверстие вместе с вами. Все, набивки нам больше не понадобится. Ничего мы набивать не будем, если вы вяжете из той же пряжи, что и я. Ничего нам больше не нужно. Убираю волоски подальше, наполнитель сейчас убираю. Потому что я буду вязать, и эти волоски всегда лезут под крючок. Потом, когда их вытягиваешь, за ними тянутся следующие волоски. Так делаю незаметные убавки. Поэтому холофайбер я для маленьких игрушек не люблю. Для больших игрушек это лучший наполнитель. Именно в шариках холофайбер. Для маленьких игрушек не очень я предпочитаю. Но, в принципе, вот эта вот игрушка не такая уж маленькая. Она такая побольше. Чем совсем в микровязании. В микровязании я использую только синтепон. Потому что там вот эти волосы, если будут торчать, это будет некрасиво. Их очень сложно убирать, их не обрезать. Пряжа из ММА начинает махриться. Потому что, даже не знаю, вот что хлопок начинает махриться. Затриняем. Так, отрезаю. Мне, в принципе, не нужен тут длинный кончик. Мне нужен небольшой кончик, просто чтобы спрятать ниточку. Сводим иголку. Иголка. Так, в дело я уже нитку в иголку и закрыла дверь, потому что стиралка начинает отжим и вяжет на всю квартиру. Закрываю я за передние полупетли, как это делали мы в голове. Только там вокруг шплинта мы делали. Значит, для тех, кто вяжет без шплинта. Сейчас расскажу, что вам делать. Видите, мы когда закрываем, у нас получается тут такая остренькая штучка. Я ввожу крючок в центр этого колечка, которое мы сейчас закрывали. Ввожу куда-нибудь в сторону. И тут мне его надо хорошенько так подтянуть. Пальчиками помочь убрать. Для того, чтобы ничего у нас здесь не торчало. Так, если вы вяжете без шплинтов, что мы делаем тогда? Тело вы вяжете по такому же принципу, как я вам показывала сейчас. То есть схема не отличается. Ни в коем разе. И перед тем, как пришивать голову, мы вяжем юбочку. Сейчас мы это будем делать. Я покажу, как это делать. И потом вы просто ставите голову вот так вот. Берете длинные иголки какие-нибудь. Втыкаете их в два места. То есть вы должны, смотрите, сделать. Чтоб вам проще было пришивать. Сделать вот так. И вторую длинную иголку. Почему длинные иголки? Потому что у вас... Можно спицами это сделать, кстати. У вас не хватит длины пина с шариком булавки, чтобы наметить голову. У меня там мешает шплинт. Ладно, я уже идти не буду. Значит, вы делаете вот такой вот перекрест. Потому что если вы поставите только одну спицу или иголку, то у вас голова будет крутиться. Если вы поставите две, то все, она зафиксирована. Она никуда уже крутиться не будет. И вы потихоньку каждую петельку пришиваете. Смотрите там, где в каждый ряд, где... Ну, в общем, аккуратненько. Аккуратненько надо пришить будет. Я вам покажу этот момент, если вы боитесь сейчас пришивать. Как пришивать голову будет по такому же принципу, как пришивать хвост. Так что, если вы можете подождать, либо перемотайте там вперед и посмотрите, как пришивать хвост. Вот. Либо сами, если умеете. Я думаю, что вы не первую игрушку вяжете. Есть же у вас принципы, как вы пришиваете голову. Так. Сейчас нам нужно сделать юбочку. Значит, первый стежок я делаю не вот сюда, где у нас. Вот он. Не под вот эту переднюю полупетлю. Я нахожу последний столбик. Вот ряда, перед вот этим рядом, который мы вязали за задние полупетли. Вот он, последний этот столбик. Видите, он такой галочкой, потому что я вяжу галочками. Если вы вяжете крестиками, он у вас будет выглядеть по-другому. Я под левую стеночку провожу вот так крючок. Под левую по ходу вязания. Захватываю ниточку и провязываю воздушную петлю. Далее я иду по передним полупетлям вот этого вот ряда. К сожалению, я обычно записываю схему без рядов, сплошным полотном. И мне сложно сказать, какой это ряд. Но вы там увидите в схеме, в каком ряду надо это провязывать. Значит, у нас здесь в ряду 24 столбика без накида. Когда я делаю обвязку, так как обвязка у нас идет поверх полотна, 24 столбика без накида выглядят очень стянуто. Поэтому я делаю три прибавки. Можно сделать их равномерно. Можно, если вы не считаете, сделать, например, вот здесь вот, вот здесь вот, и вот здесь вот где-нибудь, нет, в конце. То есть раз, два и в конце. Так вот. Вот я сделаю первую прибавку. Прибавку мы делаем обычно. Вот таким вот образом. Две в одну петельку. И дальше продолжаю вязать. Здесь вам сейчас будет плохо видно, потому что я иду возле головы, и мне не очень удобно на камеру делать. Я провяжу этот ряд с прибавками. Следующий ряд без прибавок мы провязываем. У нас будет 27 столбиков без накида в ряду. И затем я покажу, как я прячу ниточку. Итак, я провязала два ряда. Вот они так выглядят. Последний столбик с накидом, ой, без накида, я провязала. Далее я делаю соединительный столбик в первую петлю последнего ряда. Соединительный столбик. Делаю воздушную петельку. Отрезаю небольшой кусочек нитки, потому что большой мне не нужен. Беру иголку. Сейчас я ставлю нитку в иголку, потому что ушко маленькое. Так, все. Значит, вот у нас. И здесь мы рядышком вводим иголку. Так, я взяла тупую иголку. У меня одна иголка со сломанным кончиком. Она тупая. Надо ее вообще выкинуть. Так, ой, и вышла ниточка с иголочками. Ну, в принципе, здесь смысл, я думаю, вам понятен. Я прячу ниточки всегда одинаково. Я их путаю внутри тела, внутри холофайбера. Поверьте мне, я один раз неправильно пришила хвост. Несимметрично. Не по центру ровно. И хотела распустить. Думаю, дай-ка я проверю, смогу ли я выпутать. Нет, не получилось. Если вы путаете в этом, потом в этом направлении, потом так, в трех плоскостях, то вы никогда не распутаете эту игрушку. Ну, то есть, ниточка у вас не выйдет. Если вы будете путать всегда в одну сторону, да, прокалывать, то тогда ниточку, да, можно будет вытянуть. Потому что получается у нас наметочный шов, а наметочный шов хорошо распускается. Так. Отлично. Следующим этапом, что мы сделаем, нам нужно пришить воротник. Схему воротника вы сейчас видите на экране. Ну, значит, я не сказала в начале этой части, что мастер-класс мы... Я снимаю по бесплатному мастер-классу в интернете Еленой Лаптевой, который я нашла на сайте. Ссылочка на этот сайт есть в инфобоксе. Так. Ниточку я вставила. Смотрим, где у нас здесь конец вязания. И мы будем вот так одевать на собачку. Так вот, в этом описании там дано 31 воздушная петля. И два ряда... А, там идет с убавками. Я вяжу... Как я вяжу? Я вяжу по прямой. Чтобы потом, когда я буду пришивать воротник, если вы будете во втором ряду делать убавки, то у вас воротник будет более прямой. Мне нравится, когда он такой волнистый, да, таким вот образом. Поэтому я делаю его прямым. То есть я набираю... У меня здесь набрано 35 столбиков... Ой, воздушных петель. Я провязала два ряда по 35 столбиков без накида. И сейчас буду пришивать. Как я пришиваю, сейчас расскажу. Я запомнила, сколько у меня столбиков без накида. Теперь я беру собачку и считаю, сколько приблизительно у меня дырочек будет, куда я буду пришивать. Значит, смотрите. Я считаю 1, 2, 3, 4, 5, допустим, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, допустим, где-то 12-13 дырочек. Так, 13 дырочек у меня всего 35. У меня 35 воздушных петель. И 13 дырочек. 13 дырочек, если в каждую мы будем вводить по 2, у меня получится 26. 35 минус 26 равно 9. Значит, у меня 9 петель будет не по 2. 9 дырочек будет не по 2, а будет по 3. 9 у 3 равно 27. И в остатке у меня остается 35 минус 27 равно 8. И 4 дырочки по 2 равно 8. Это складываем у нас, получается, 35. Вот наши 35 воздушных петель. Так, мы с вами решили, что у нас будет следующее расположение пришивания воротника. 3 петли, 3, 2 петли. Что это значит? Это значит, что вот те петельки, которые мы считали, дырочки, в которые мы вводим, значит, я ввожу иголку вот таким вот образом первые 2 дырочки и считаю 3 передние полупетли. 1, 2, 3. Следующую дырочку я ввожу, вывожу в соседнюю. и снова у меня идет 3. У меня идет 3, 3, 2, на. 3, 1, 2, 3. В ту же дырочку я ввожу иголку и вывожу в соседнюю. И в этот раз я захватываю 2 передние полупетли. 1, 2. И далее повторяю. То есть по тем дырочкам, которые я считала, я в те дырочки иду и пришиваю по схеме, которую я рассчитала. Если ввап сложно рассчитать схему, раньше я не считала схему, просто приблизительно ориентировалась. Где-то так и шла. 3, 2, 2. Или 3, 3, 2. Или 3, 2, 3, 2. Вот. Можно рассчитать попроще. Можно сначала посчитать, сколько у вас будет дырочек. Потом набрать воздушных петель. Допустим, у вас 20... У вас 13 дырочек, да. Вы можете набрать... Сколько там... Если по 2 петельки. Вы можете набрать 26 воздушных петелек. И пришивать по 2 петли в каждую дырочку. Ну, в общем, с воротником здесь экспериментируйте. Можете вообще воротник не вязать, а связать ошейник черный и просто одеть на голову. Сшить его на игрушки сразу. Получится у вас ошейник. Все, я потихоньку буду пришивать, потому что я уже тут сбилась. Сколько у меня осталось. Мне кажется, что я уже долго иду по 3 полупетли. Потому что считать и разговаривать очень сложно. Так, все, я заканчиваю. И покажу вам конечный результат. Вот я последние 2 полупетли захватила. И теперь в ту дырочку, в которую я начинала, вводила иголку, я туда же ввожу и вывожу где-нибудь в теле. Вот такой вот ажурный красивый воротник получился. Если вы будете делать убавки во втором ряду, то он будет прямой просто ложиться. Если вы убавки делать не будете, то он будет валанчиками. Так. И вот так вот. Прячем там внутри все. и отрезаем. Следующее, что мы с вами свяжем, это будет хвост. Хвост. Лапки у меня тут есть. С лапками я тоже вам хочу немножко там помочь. Значит, по поводу хвоста. Ниточку я меняю точно так же, как вам показывала в теле. Значит, хвост. Покажу вам, как я провязываю вот эти вот соединительные столбики. Чтоб вам было видно. Значит, когда мы провязали один ряд шесть столбиков без накида коричневого цвета, у нас начинаются три ряда, три соединительных столбика, три столбика без накида в ряду. что мы делаем? Мы провязываем три соединительных столбика. Раз столбик или полустолбик, он называется. Два соединительный столбик или соединительная петелька и три. И дальше три мы провязываем обычными столбиками без накида. Угу. Угу. Два три. Далее мы находим где вот эти вот у нас две петельки передние и задние полупетли, которые образуют косичку. Мы под них вводим. Они очень плотные, поэтому больше усилий требуется. И провязываем снова соединительные столбики. Один. Так. Один. Два. Три. Ну и дальше три столбика без накида. И последний ряд привязываем точно так же. За счет этого у нас хвостик вот так вот и загнется. я довяжу хвостик до конца и покажу вам, что у меня получилось. Я провязала по схеме. Потом я делаю соединительный столбик. Воздушную петельку отрезаю достаточно длинную ниточку, чтобы мне удобно было потом хвостик пришивать. и у нас хвостик готов. Следующее, что нам нужно сделать связать лапки. Значит у меня лапки здесь связаны. Схема для задних и передних лапок отличается. Значит схему вы сейчас видите на экране. Я хочу обратить ваше внимание как я провязываю в кольцо амигуруми 8 столбиков без накида. Дело в том, что очень тяжело затягивать когда 6 столбиков без накида затянуть так, чтобы не было дырочки. А когда у вас будет 8 столбиков без накида это сделать еще сложнее. Поэтому вместо обычного кольца амигуруми я делаю двойное кольцо амигуруми. Значит укладываю ниточку на пальчик. У меня есть мастер-класс какие кольца амигуруми бывают и когда какое лучше использовать. Два раза обмотала теперь ввожу под две ниточки захватываю рабочую нить можно снять теперь колечко и провязываю 8 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 Вытягиваю ниточку чтобы мне сейчас было удобно затянуть колечко беру колечко в правую руку немножко подтягиваю вот этот вот кончик чуть-чуть подтягиваю чтобы понять какая нитка у меня уходит беру эту ниточку и начинаю тянуть с другой стороны вот она у меня уходит сюда я ее начинаю тянуть вот с этого края где у меня вытянутая петля подтягиваю вот так вот и у меня второе колечко оно затягивается затягиваю хорошенько прям хорошо хорошо конечно следите внимательно чтобы не порвать ниточку так и теперь беру кончик нити и затягиваю второе кольцо дальше я делаю держу вязание в правой руке а левой рукой вот этой ниткой делаю следующие движения я подтягиваю и двигаю нитку вот таким вот образом для того чтобы у меня подтянулось кольцо максимально сильно если у вас вы вяжете не из ириса вы вяжете например из газал бобикота у вас более толстая нитка если у вас все равно остается дырка и вы не хотите чтобы эта дырка была иногда у меня остаются маленькие дырочки я на это закрываю глаза в принципе вот здесь у меня осталась такая маленькая маленькая дырочка иногда бывает чуть больше я тоже допускаю такое если вы вяжете из толстой пряжи у вас получается достаточно большая дырка то тогда вы делаете в первом ряду 6 столбиков без накида в кольцо амигроме а во втором ряду делаете 2 прибавки в начале и в середине ряда то есть можно выйти таким образом все теперь нам нужно провязать лапку по схеме значит задняя лапка выглядит вот таким вот образом одну лапку я оставляю без ниточки вот так вот прячу ниточку внутри это передняя лапка вот таким вот образом выглядит и на одной лапке передняя и задняя вот передняя пара на одной лапке я оставляю длинную нитку потому что буду нитяное крепление делать и на задней лапке И вот я сейчас свяжу вторую лапку и оставлю такую же длинную ниточку. Сейчас я довяжу лапку и вернусь вам, покажу, как я закрываю вот здесь вот это отверстие, как прячу ниточку внутри и как вывожу ниточку для того, чтобы потом пришить лапочку. Все, скоро вернусь. Итак, вот у меня лапка связана. Сейчас я делаю соединительный столбик. Я люблю в конце делать воздушную петлю. Отрезаю достаточно длинную ниточку, потому что буду делать литяное крепление. Вытягиваю, беру иголку. Делать это, как всегда, сложно. И теперь смотрите. Кстати, лапки я не набиваю. Если вы вяжете из более толстой пряжи, обязательно лапки нужно набить. По той причине, что если вы не набьете, то под тяжестью веса головы и тела лапка просто будет ломаться, сгибаться. И собачка не сможет стоять. Поэтому советую вам набить. Хвостик смотрите уже по обстоятельствам. Я лапки и хвостик не набиваю. Значит, что я делаю. Я закрываю отверстие не как обычно под каждую полупетлю. Я закрываю через петлю. Когда я так делаю, у меня получается более аккуратный верхний край. Мне нравится, как это выглядит. Вы можете в каждую делать. Так, пропустила. Оп, затянула. И получилась вот такая вот очаровашка. Как я прячу ниточку, если это вот такая вот лапка, вторая, которую мы просто будем пришивать. Я ввожу в центр, вывожу где-нибудь в сторонки. Видите, у меня тут захватилась маленькая ниточка. Видите, это блестит так на иголке. Вот я делаю вот так вот. Хорошо, что эта ниточка захватилась. Она у меня запутает нитку. Значит, потом я вывожу где-то в районе последнего ряда. Вот так вот. И дальше я буду пришивать задние лапки. Ну, потому что у меня иголка сейчас где-то в задние лапки. Так, что-то я много игол взяла. Значит, где у нас будут расположены задние лапки. Я в одну лапку вставляю иголку. Вставляю так, чтобы, вот видите, переход цвета. Я его лучше внутрь. А вот эта вот часть, кругленькую, она будет снаружи. И здесь то же самое. У меня получается переход цвета внутри. А здесь я буду сразу ориентироваться вот так вот иголкой. Беру собачку. И вот где-то ориентируясь на отверстие, которое мы затягивали, чуть-чуть пониже. Ставлю с одной стороны. И, ну, давайте так поставим пока. Так. Ну, по высоте, в принципе, в принципе... Нет, знаете, может даже... Хотя... Я просто боюсь, что мне придется высоко... Ой, не получится пришить передние лапки. Они-то у нас будут выше расположены. Значит, я все-таки лапки подниму и на уровне, вот, вровень с центром. Вот так вот. Да. Тогда у меня передние лапки будут вот здесь вот. А если бы я не подняла, то передние лапки были бы где-то вот здесь. Это очень неудобно их было бы пришивать. Значит, задние лапки мы ориентируемся на центр. Проверяем симметрию, отодвигаем детальки. И по иголкам проверяем симметрию. Смотрите. Оп. Тут хорошо. Поворачиваю и... Какая-то фигня получилась. Так. Нет, наверное, все-таки мне нравится более близкое расположение к телу. Чтобы все-таки попочка была. Или нет. Все-таки вот здесь вот. Вот так вот. Просто так как вязание по спирали, у нас получается, что кофточка с одной стороны подходит ближе к лапке, а с другой стороны дальше. По кофточке мы не должны ориентироваться. Мы должны ориентироваться, поставить собачку, как она у нас должна быть ровненько. Проверяем симметрию вот здесь вот. Так. Хорошо. И проверяем симметрию вот здесь вот. Иногда мы видим, что где-то на 2 мм там отходит. Но это зависит от иголки. Если мы иголку поставим немножко вот так вот, то видите, они расположены одинаково. То есть мы иголку немножко поправляем. И это не является ошибкой. Все. Видите, здесь скос идет, поэтому это нам мешает найти симметрию. Ну вот приблизительно так. Значит, что мы делаем дальше? Вот мы нашли, где у нас должны быть лапы. Мы выводим нитку. Эту лапку мы уже сразу пришиваем. Выводим нитку в ту же дырочку, где у нас стоит булавка. Лапку можно пока убрать. Подтягиваем эту лапку, но не сильно. Так, ну, как бы не слабо, чтобы она болталась, но и не затягиваем сильно. Вводим иголку с острого края. И вот к этой кругляшке булавки убираем. Так, первый стежок готов. Чуть-чуть ряда, можно на один столбик в сторону, выводим. И первые два шва я стараюсь уколоть в те же дырки, в которые я делала. Вот таким вот обрала. Потом это у меня не всегда получается по тем же дырочкам. Сейчас я немножко подтяну ниточку. Вот здесь вот пока лапки на иголке находятся. И вытягиваю иголку, придерживаю лапки, подтягиваю. Дальше я делаю то же самое в обратном направлении. Если могу подсмотреть, где у меня должна выходить иголка, то это очень классно. Если не могу подсмотреть, то ничего страшного, приблизительно ориентируйтесь. Там если на полмиллиметрика вы войдете не в ту же дырочку, ничего страшного. Главное не выходите вот так вот и не пришивайте лапку вот на таком расстоянии. То есть надо приблизительно ориентироваться в том же положении. Я помогаю себе столом, потому что когда прохожу несколько раз, потом очень сложно проткнуть полотно в тех же дырочках. Так, ну три, четыре, нет, четыре, пять раз я прохожу. Не туда выходит. Опять не туда. Почему у меня поколоты все руки? Потому что все это делается вслепую. Смотрите, куда выходит иголка. Так, ну и последний раз прошью. Я уже не знаю, уже наверное семь раз прошила. Посчитали? Или это шестой раз? Так. Это должен быть нечетный раз. Все. Стежок у меня остался вот на этой лапке. Сейчас я эту лапку ввожу иголку и вывожу где-нибудь в районе тела. и прячу эту ниточку внутри тела. Если вы вдруг неправильно пришили лапки, ну, не досмотрели симметрию, у меня такое бывает, то тогда исправить нитяное крепление очень просто. За счет того, что мы, когда вот длинную ниточку эту оставляли, мы внутри нитку прятали, да. За счет этого, если вы вдруг неправильно сделали, то мы немножко отводим в сторону лапку и смотрим там, где у нас натянута нитка идет к телу и эту нитку аккуратненько обрезаем, оттягиваем еще, обрезаем еще, еще, пока не обрежем все нитки и затем лапки достанутся. Там нужно будет ниточки эти убрать и все, пришить заново. Значит, посмотрите, у меня еще получается за счет того, что я подтягиваю такая небольшая вмятина. Если вам не нравится, вы можете другие способы нитяного крепления использовать. Я это показывала на больших игрушках своих. Если у вас такое нитяное крепление устраивает, можете таким. Если вы вяжете из большой пряжи, можно попробовать делать пуговичное крепление во время вязания либо шпинтовое крепление во время вязания. Ну, то есть, тут я показываю вам всего лишь один вариант, как обычно делаю я. Конечно же, это не один верный вариант из всех существующих, поэтому прошу обратить на это ваше внимание. Дальше нам нужно пришить передние лапки. Сейчас я вам покажу, как я их располагаю. А пришивать буду уже за кадром. Так. Вожу иголку, чтобы у меня переходы цветов были внутри, ближе к животику. Так. И булавочку кругляшком со стороны, где переходов нет. Теперь мне нужно найти точку, которая будет приблизительно, как вот эта вот зеленая, ой, как задняя лапка. Можно смотреть вот здесь, вот чтобы они одинаково были. Вот сюда хочу, чуть на миллиметрик выше. Слишком далеко лапку не располагайте, чтобы она не была вот здесь вот, Чуть вперед ориентируйтесь. Так, ну здесь сразу ставим вот так вот. И сейчас проверяем. Тут смотрим. Чуть ниже ее нужно опустить. Да, вот так вот. Поворачиваем и чуть дальше. На том же уровне, но чуть дальше. Проверяем еще раз симметрию. Так. Я иголку внутрь ввожу, а лапку на игле чуть дальше и по иглам ориентируюсь. Я никогда не ориентируюсь по лапкам, как они расположены. По лапкам я сразу, когда оставлю ее, смотрю, где она должна расположена быть по одной лапке. Если вы будете вот так симметрию лапок проверять, когда лапки будут близко вот так вот, то у вас пришить ровно не получится. Ну, может быть получится, повезет, а может, скорее всего, что не повезет. поэтому ориентируйтесь таким образом. Вывожу иголку и делаю то же самое. Ну, что с лапками все понятно. Я сейчас пришью и вернусь к вам, когда буду пришивать хвостик. и так, последний этап. Я знаю, что вы уже устали, что мастер-класс получается очень длинный. Я даже не знаю, это хорошо или плохо. Напишите ваше мнение по поводу таких длинных мастер-классов. Стоят ли они того? Ну, и мы сейчас пришьем хвостик и все. Немножко еще чуть-чуть нам осталось. Так, значит, хвостик. Где мы располагаем хвостик? Его не надо располагать вот таким вот образом. Ну, здесь это неправильное расположение. Также хвостик не надо располагать вот таким вот образом. Да, это тоже неправильное расположение. Хвостик где-то надо расположить так, чтобы он вроде бы и не на спине был, но и собачка могла сидеть, чтобы у нее была попа. Поэтому мы располагаем его его вот таким вот образом и проверяем обязательно чтобы он был вот здесь вот по центру я один раз пришила, не проверила вот этот вот центр и пришлось мне потом перевязывать хвост потому что хвост пришивается по кругу если не тяное крепление можно исправить пришитый хвост я не смогла отпороть хорошо и не смогла его пришить значит как мы пришиваем у нас вот ниточка выходит с хвостика я нахожу чуть-чуть пониже точку расположения для того чтобы все-таки опустить хвостик чуть ниже вот таким вот образом захватываю полупетлю если вы пришиваете голову и смотрите сейчас как ее лучше пришить то вам нужно захватывать не полупетлю а полностью петлю старайтесь захватывать потому что тогда у вас голова будет пришита более прочно все-таки голова имеет вес в хвостике здесь можно захватывать полупетли видите я тут ниточку какую-то захватила на теле на голове тоже если вы голову пришиваете нельзя захватывать так как показываю я там нужно проходить пришивать помните как мы мордочку здесь пришивали мы входили под каждый ряд под каждый под каждый столбик столбик то есть мы ничего не пропускали ну и здесь получается каждый столбик а у нас их 6 было мы каждый пришиваем пока вы смотрите как я пришиваю я хочу попросить вас дать мне знать насколько этот мастер-класс был для вас полезный информативный смотрели ли вы полностью ну и если вы будете отвечать под этим видео наверное вы смотрели и первую и вторую часть достаточно ли информации все ли понятно может какие-то вопросы есть вы можете их задать в комментарии либо где-то в соцсетях меня найти и задать там вопросы если вам было все понятно и вы считаете что информацию которую я здесь дала она достойна того чтобы быть платным мастер-классом то я могу вам предложить пройти в инфобокс там есть ссылочка если вы считаете что эта информация достойна быть оплаченной то там есть ссылочка на Яндекс кошелек его можно пополнить с любого с любой карточки и если вы можете 10-20 рублей да ну или сколько считаете нужным можете туда закинуть я вам буду очень благодарна потому что над этим мастер-классом я работала очень долго так же если вы не хотите перечислять никакие деньги пожалуйста я надеюсь что вы смотрели всю рекламу на всех роликах это тоже таким способом вы можете сказать спасибо ну а если вы и то и другое не сделали то я думаю что не составит труда поделиться со своими друзьями где-то в соцсетях либо если у вас есть группы вязальные поделиться этим мастер-классом в этих группах тоже вам буду благодарна если вы сделаете хотя бы что-то из этих трех пунктов но если сделаете все три то огромное огромное спасибо от меня вам ну что ж собачка готова вот такая чихуахуа получилась вот он хвостик у нас загиб хвостик расположен как видите не на спине но и не на попе так как у нас нитяное крепление лапок собачку можно посадить для этого нужно голову немножко закинуть назад и ее давайте даже в ручке ну вот таким вот образом посадить также ее можно положить если вы делали так лежать лежать лежит также если вы делали шпринтовое крепление ей можно повернуть голову направо это направо направо голову налево она может смотреть прямо ее можно поставить и даже если вы правильно найдете центр ее то можно одну лапку вот так поднять голову например повернуть таким образом чтобы мордочка не тянула ее вперед и поставить ее на три лапки и она будет стоять и давать лапку вот такой вот мастер-класс получился я надеюсь что вам понравился этот мастер-класс что все было понятно поставьте пожалуйста лайк пишите ваши комментарии делитесь в соцсетях подписывайтесь обязательно на мой канал потому что я хочу снимать еще для вас бесплатные мастер-классы все до новых встреч и пока-пока